сегодня у нас прямой эфир посвящен теме наращивание классическое наращивание на нижней формы на наши любимые на нижней формы с помощью монофаза однофазника изи ван изи на изи сегодня будем работать на изи наносим на ногтевую пластину на подготовленную ультрабонд сушим две минуты на воздухе подготовлен ногтевая пластина подразумевать собой это у нас сделаны сделал маникюр типа подпилена форма носут не подпелину это неважно потому что мы сейчас ставить форму будем работать и наращивать важно понимать если вы хорошо владеете пилкой то вы делаете сразу обрезание если плохо обрезание отрезайте кутикулу а то не так ну если вы плохо владеете пилкой то вы сначала делаете коррекцию наращивание а потом уже обрезание вот поэтому это очень важно и нужно следовать вот этим маленьким маленьким хитростям сегодня почему вам работает сезион рассказывать обалденнейший просто и очень очень нуждается во внимание то есть да как материал который нужно на простите сейчас какими формами мы будем работать два вида форм вот и из его это однофазник что такое однофазник однофазник это когда вот в одном продукте соединено несколько функций если мы говорим про из его он как бы действует и как топ и как скульптор и как скульптор как база то есть мы можем наносить спокойно на ноготочек работать но так мы работать не будем я хочу микрофон и подключить что вам было хорошо слышно две секунды подождите сейчас я микрофон подключу и вам будет вообще отлично будет вам хорошо хорошо слышно меня проверим звук пока задавайте вопрос по ходу на фаз геля у нас есть форма вот такие новые очень классные черные и мы может быть будем работать ей а еще у меня есть еще старые старые наши формы розовые давайте пока поставим нашу форму у меня смотрите так как свободный край очень-очень такой хороший я не стал его убирать то мы хорошо подставим принципе форму и под такой свободный край длинные ногти делать не буду буду делать такую очень интересную длину очень хорошую склеиваем снизу сейчас я немного не в кадре это сделала потому что я не вижу хорошо хотя вопрос центруюсь хотя под нижние на лепесточки приклеим чтобы все было максимально ровно и склеиваемся будем делать ноготочек верхней формой и нижней формой уже так все привыкли к верхней форме вот нижней формой его лучше конечно подрезать под мою под мой ноготочек но подрезать я не буду просто так подправлю немного хотя можно подрезать посмотрим что мы будем делать вообще в целом потому что ноготочек широкий видите вот но можно принципе и вот так отработать но желательно вырезать как мы вырезаем я показывала кстати очень много видосов было на эту тему то есть можно померить ширину ногтя и померить глубину только глубину по в роста мы меряем они по свободному краю многие делают ошибку начинают мерить по свободному краю так и мы берем базу мы будем наносить базу давайте пока форму сниму и нанесем базу на ноготочек тирающими движениями я люблю работать базой жидкой если у вас база медиум или желательно просто медиум или возможно у вас файбер база то она тоже в принципе подойдет как подложка если другой нет но если есть медиум неправильно видите снова флакон и торчит немножко это если у вас медиум то берите медиум макси очень тяжело наносится и он такой густой густой слишком во первых тяжело наносится во вторых не проникает так ногтевую пластину как нам нужно да поэтому мы будем наносить но я всегда работаю с честно жидкой базы очень удобно и желательно это втирать потому что да он дает лучше адгезию адгезия это самое главное в нашей работе если вдруг звук пропадет или что-то случится пожалуйста сразу пишите мне хорошо я знала хорошо все у нас или не хорошо все сушим в лампе сушим в лампе 30 секунд одну минуту смотря какая у вас лампа просушили и будем сейчас работать с однофазником и так однофазником мы не работаем по системе все в одном почему потому что так сейчас вот это выкину почему потому что ну это нелогично потому что мы не знаем какой адгезию нам даст однофазник если его положить просто на как подложку да на ноготочек то есть у нас уверенности нет и это может плохую шутку сыграть с нами поэтому мы конечно пока подложку кладем жидкую базу второй момент мы не кладем ее к однофазник его как сейчас подождите и мы его не кладем как топ потому что естественно не даст такой глянцевый эффект и не будет так хорошо стоять как обычно топ который работает до выполнять все свои функции как финиш и еще момент по поводу базы мы не можем ложить потому что мне то такой адгезии естественно скорее всего вас через две недели появится первые отсылочки поэтому моно фазом или однофазником или зимуан неважно мы работаем это все одно и то же мы работаем обязательно с база и стоп так я взяла другую потому что ноготь будет короткий пока у меня есть вот эти наши формы я возьму вот эту форму можно взять длинную длины менее удобно работать немного честно почему потому что она слишком длинной отрезать надо а я вот это сейчас возьму многих садились по такие формочки так видит на форме вот поставили форму и центруемся и проверяем то есть мы делим нашу фалангу пополам и смотрим насколько ровно у нас идет форму там уже скрепляем все это дело косточку разделили все вроде бы идет у нас серединка да все приезжали чтоб все прям обнимала пальчик и берем кисть и наращиваем длину наращиваем длину мазафага начинается все господи я бежала к вам на эфир и очень не опоздала поэтому месяц и все вот прям вообще из его да сейчас переверну так в лакон чтобы его не путалась монофаз гелем потому что они выполняют одну и ту же функцию практически но вот у меня я чаще работаю монофазом из его выкладываем я делать буду овал скорее всего такой холодненький как приятненько выкладываем и делаем конечно чуть-чуть шире чем нам нужно потому что мы же не знаем что мы потом выпилим поэтому из этого выкладываю мне нравится он такой густой по сравнению с монофазом вот он густой погуще чем монофаз мне кажется может кабинете у меня немного прохладненько не знаю укладываю по желанию к дизайну можете написать чтобы я могла вам чуть интересненько и показывать нужно вот сушим буквально до жжения многих пугает эта фраза но до жжения мы и сушим шипа сбила лист не был почему потому что это тот самый момент когда мы можем поджать мне ноготочку и или мама не горюй там просто огроменный вообще патч мы берем так и зажимаем и зажимаем не вот тут а вот там где у нас в рост и и чуть ниже где у нас трезона скажем так зажимаем потому что я хочу более арочную форму но не сильно конечно мы тут арочную делать не будем но все равно хочешь чтобы форму было красиво вот если мы работаем без опила это конечно не акри гель он разожмется в любом случае поэтому сильно конечно ну не надеясь на то что у вас будет какая-то арка красивая гель стара сжимается досушиваем пару секунд еще что мы будем делать так по поводу дизайна что-то я не вижу ваших сообщений меня слышно норм по поводу дизайна чем-то интересненько все переживаю чтобы не села батарея верите нет микрофоне но мне кажется микрофоном лучше да напишите с микрофоном лучше чем без точечная говорю прям прям вам снимаем и вот такой ноготочек у нас получился и он прозрачный в чем как то что можешь что-то интересненько и сделать с прозрачным ногтем вас слышно галина спасибо огромное вот мы еще будем это опиливать укорачивать потому что это большая длина на мне не нужна но видите какой у принципе очень уже к свободный край хороший крепкий а в чем-то плюс 1 фазика что вы можете и длину увеличить удлить удлить удлинять да можете наращивать ноготочек так и укреплять сюда мы тогда ничего класс не будем раз вы молчите по поводу дизайна я тогда нанесу полностью на всю ногтю пластину за что я люблю однофазники за то что у вас все должен быть однофазник есть клиенты которые очень плохо ходят с камуфлирующими гелями почему потому что у камуфляжей и вообще трехфазной системы меньше адгезия у геля чем у однофазника у однофазника ну пример там у разных по-разному но тут у однофазника например там 60 70 процентов адгезии есть это фазники вообще там 80 процентов адгезии а у трехфазника адгезиям низкая 50 40 30 процентов просто сейчас очень много разных видов гелей поэтому камуфлирующих трехфазных точнее камуфлирующих поэтому адгезия у них разное тоже чем больше пигмент тем хуже адгезия естественно да все-таки ли гель в чистом виде или смешанно да с пигментом или еще с чем-то вот и поэтому мы должны понимать что конечно однофазником работать и вот в однофазной системе нет мы не работаем но за счет того что адгезия высокой если к вам приходит клиент постоянно с отслойками вот он приходит к вам постоянно с отслойками вы берете монофаз или зеван гель и делайте ему укрепление именно вот этим материалом скульптуру выводите архитектуру потому что этот материал идеально работает идеально работает на стоит стоит везде всегда вообще при любых условиях хоть холодно хоть жарко знаете на ногтях просто идеально идеально стоит сейчас сцентруется ну кус эфиров это воспалять свой кондроз выглядывание вот эти сушим все буду кричать наверно потому что ногти спилены в халат а если вы садист или мазохист вам это понравится мне это не нравится это было больно олень остывает вот такие пироги но не то что много пирог нет но вы так все еще нормально пока еще вот больно надо находить модели скоро буду находить модели потому что видео снимаются на моих руках мои же снимаются на моих руках прямые эфиры а сейчас очень много моделирки на следующий прямой эфир будет про дизайн и потому что мои ногти не выдержит или надо искать модели а вот сейчас досушу одну минуту и будем пилить пилить красивую форму насколько это возможно и все сделать на большом пальце и ноготочек будем смотреть смотрите если вы новичок вы не умеете работать с елемой а что-то так не получается ловите лайфхак а кстати очень мне нравится как пилить этот материал идеальная пилиться просто лайфхак в чем вы выложили все поработали гель однофазник идет всегда прозрачный не терять свои свойства как однофазник так я же вам говорила да я буду укорачивать вот и опиливаем форму сначала форму овал форма у нас овал смотрите форму я не допиливаю видите торец какой у нас толстенький красивый начинаю опиливать сверху поверхность и смотреть вот если вы новичок сначала выложите мало пожалуйста не выкладывайте огромное количество материала а потом уже посмотрите где там что доложить возможно у вас из первого раза хорошо получится ничего даже докладывать не надо будет а может и нет поэтому ну лучше так поверьте когда вы начнете уже сверху опиливать вы поймете насколько у вас хорошо лежит материал и всегда делайте на себе кстати вот тоже рекомендуют если вы начинашка или даже не начинашка даже если у вас опыт там уже миллион лет пожалуйста делайте на себе сами себе вот то что вы предлагаете клиентам с обрезанной кутикулу делать и наращивать я сейчас например пилю ими так неприятно по пилочкой попадать по кутикуле которую я отрезал потому что ну это неприятно это это вообще неприятно я думаю бедные клиенты которые сидят и иногда даже молчат и терпят типа так и надо клиентах вообще редко что-то говорят нам поэтому сначала на себе испытывайте как какую-либо методику а потом уже на клиенте так сейчас я проверю насколько метод ровный ноготочек мне кадра конечно удобнее пилить сейчас я пару движений сделала пилочкой без кадра без камер чтобы не было видно что мы тут вообще чудим все супер да получается проверяем видите немного у нас не хватает в архитектуре здесь немного не хватает геля но я его выкладывать больше не буду потому что сейчас будет много много дизайна и он дополнится то есть эта архитектура она соберется до конца я буду делать овал я не буду делать миндаль сейчас проверю по поводу дизайна напишите что мы делаем наклейки очень вручную или делаем стемпинг что-то возможно вас интересует чего-то у вас не получается разберем эту тему все или можно красиво сделать такой вариант когда вот свободный край у нас получается он свободный край прозрачный поэтому можно что-то придумать такое интересное с прозрачным свободным краем стемпинг ну давайте стемпинг сейчас я состава все уберу стемпинг стемпинг можно красиво сделать стемпинг как раз таки с прозрачным краем свободным другим так eurem так вытираем вообще супер круту смотрится на прозрасть ноготочки знаете давайте возьмем вариант стемпингом когда это у нас что сейчас 2 секунды чтобы я с пластинами посмотрела какая пластина нам больше подойдет интересненько жалко на пластинах нет цифрах чтобы разобраться возьмем наверное чуть интереснее если есть у вас какие-то предложения тоже говорите мне сейчас несколько вариантов так найду какие мне нравится чтобы я хотела в принципе сделать будем заработать если какие-то вам нравятся пластины особенно можно их использовать смотрите можно сюда цвет добавлять может цвет не добавляйте сделать чисто степпинг тоже будет очень очень красиво но у нас будет мега быстрый например этот хотя можно соединить точь чем-то ярким стемпинг что-то ярко мир слова так сейчас я подумал как нам там играть красиво да давайте сделаем текстуру добрый день а сколько времени сушить из его да все сушим так пластина бренды все сушим сейчас вам скажу 3 60 секунд две минуты где минуты достаточно что мы делаем давайте сделаем тогда текстуру нежненькую что-то будет в давайте что-то нежное сделаем как мы это будем делать берем поле панель или обратную сторону у вас есть когда вот обратную сторону не обратную а короче сторону где у нас форма и сюда мы сейчас выложим несколько оттенков для начала я выложу что слайдер топ разбавить немного белый наверное добавим и черненького немного добавим да и блесток надо не надо наверное не надо давайте сделаем что-то нежное все-таки очень очень нежные оттенки сейчас я прокручу в голове чтобы я хотела видеть можно добавить кстати что-то из коллекции нет этот оттенок не хочу добавить что-то голубенькое кстати вот так и сделаем вот такой оттенок добавим так красиво будет смотреться немного такого оттенка добавим чтобы все пусть все блестит как скажем так эмаль эмальку можем белую добавить можем вообще эмальку не добавлять эмалевый оттенок какой-нибудь может черненький добавить взять как вариант для было красиво так и принципе будет я думаю ничего так вариант можно еще добавить так топ я добавила все сейчас черный тоже выложу на палитру и будем уже работать уже будем работать так добавила немного топа чтобы разбавить чтобы не было все слишком не было слишком ярко хочется нет нежнятинку черного как говорится много не бывает мало делаю для того чтобы нам много не надо на ноготочек сейчас смешаем и я люблю работать с баз гель жидкой жидкую базу наносим поработаем с брендами берем кисть амбре очень удобно работать кистью амбре если у вас есть не сильно широкая кисть амбре можно взять ее это будет еще удобно у меня на широковато хотя если немного по обрезать она будущее как бы идеально да я вот сейчас вот так много сделала бы для себя поиздевалась бы мне надо потоньше потому что ингредиенты делаю реже чем текстуры и и получится у нас очень нежное сочетание подхватываем еще немного раз ждем пока немного у нас это разойдется точечно можно добавить то чего нам не хватает и смотрите мне хочется сделать немного посветлее значит я беру больше вот этого оттенка капельку от этого оттенка капельку черного смешиваем все просто не красить вот просто в один цвета мы сделаем вот это все это если с блестками можно сделать то же самое где давать еще один вариант покажу сразу из-под кутикулы потом можем собрать это то есть получается у нас сейчас макро потом попозже возьму покажу вам у нас получать такое соединение еще один очень классный вариант сейчас покажу вам тут собрались как говорится зелененьким тоже очень нежно смотрится сейчас сейчас вместо черному возьмем смотрите мы берем зеленый яркий какой-нибудь сейчас точечки поставлю зеленого какие найдете зеленой обязательно добавьте ярки и какой-нибудь тёмно зеленый вообще желательно добавить но не обязательно но можно добавить прям что то еще такое тёмненько но так как у нас тёмно-синий сейчас пойдет зеленым этого достаточно будет давайте сделаем поярче хотел не яркий захотелось что-то нежного потом видите резко захотелось чего-то ненежного побольше белого конечно потом черного еще добавим яркого не зата уже последнее время очень сильно хочу неонового чего-то прям больше нравится вводя сделаем поярче серебро это у нас из коллекции под гипнозом 397 и И немного там идем в рост. Немного можно пойти в такое соединение. Мне кажется, вам не видно. Не знаю, или мне кажется, или вам реально не видно. Все. Итак, смотрим и ждем, пока это все у нас разойдется сейчас по ноготку. Если вас смущает то, что у нас прозрачный свободный край и здесь зону натурального ногтя видно, мы можем взять из того же замеса немного и тоненькой кисточкой уже точечно проработать вот это пространство. То есть добавить какие-то уже вручную, скажем так, какие-то разводы. Немного надо сохранить вот этот свободный край. Все, ждем. Немного растечется. Сейчас, пока у нас растекается наше все, у нас еще растекается тут, конечно, база. Ушла в себя, вернусь нескоро называется. Поэтому базу лишнюю убираем. Вот. Следите за тем, чтобы не брать много материала, чтобы это все не затекало в боковые валики. Сушим чуть-чуть, вообще недолго. И сюда уже сверху можно ляпнуть что-то... Что-то из брендов. Ну, можно черным цветом это сделать, можно сделать белым. Надо смотреть, какой цвет туда подойдет больше всего. Сейчас я быстренько просушу и посмотрим. Посмотрим, что у нас тут получится. Надо пробовать и тот вариант, и тот. Потому что точно непонятно будет, что будет хорошо смотреться. Мне нравится вот этот Dior. Можно попробовать его. Полностью на всю ногтевую пластину. А можно попробовать что-то частично тоже. Или какое-нибудь слово, знаете, что-то. Чтобы немного всего было. Потому что этот сам по себе дизайн очень самодостаточный. Можно даже добавить какое-то слово, и тоже будет красиво. Этого будет достаточно. Сейчас покажу. Мне кажется, будет тоже очень красиво. Я успела всем привет. Привет, привет, да? Вот такой вариант мне нравится. Сейчас покажу. Вот такой. Вот такой. Например, давайте сейчас сделаем. Посмотрите, почему. Почему мне такой вариант ближе. Он в исполнении у нас, в принципе, просто не хочется перегружать сильно. У нас получается и так очень-очень. Всегда штамп, кстати, подготавливайте перед работой. Всегда протирайте скотчем все лишнее. Вся пыль, вот все, что там собирается. Это все нужно убирать скотчем обязательно. Вот. И просто это будет перебор, если сюда еще добавить что-то из брендов. Можно, конечно, попробовать, но, блин, не знаю. Я бы не делала прям сильно много всего, чтобы не было такой кашки. Малашки. Давайте возьмем слова вот эти. Попробуем сначала словечки эти использовать. Так, все лишнее мы убираем. А потом уже будем дальше ориентироваться. Так, я от себя, но делаю так, чтобы читабельно было кому-то. Можно делать наоборот на себя, чтобы вы могли читать. То есть это уже смотрите по вашим ощущениям и как вам больше нравится. Так как у нас серединка получается пустая, сюда можно как раз-таки и воткнуть слова. Вот этим образом. Но с краю, с краю, можно добавить, в принципе, стемпинг, только я бы добавила белый. Луи Витон. Можно было бы, как вариант. Можно вот это сейчас убрать и попробовать сделать Луи Витон. Может, возможно, будет тоже очень-очень красиво, потому что пока, как говорится, не попробуем, мы не поймем. Поэтому давайте экспериментировать. Может, мне кажется, что это будет слишком, а возможно, это будет прям там, это прям самое то. Когда это топчик, будет тот самый топчик. Луи Витон, да? Так, я ушла из кадра. Я извиняюсь. Так, где это? Ага. Вот такой вариант тоже можно сделать. Но я бы нет. Вот видите, слишком. Вот когда вы уже очень много чего выкладываете, ну, уже получается слишком. Поэтому сюда достаточно или со штампом сделать слова какие-то, или все-таки приклеить что-нибудь. Так, сейчас я со штампа уберу все лишнее. Или что-нибудь приклеить. Давайте все-таки мы сделаем слова. Просто можно сделать еще вот такой вариант слов. Сейчас покажу. Можно сделать Микки Мауса и надпись Микки. Сейчас покажу, как это будет смотреться. Часть Микки Мауса. Прямо часть, не все. Так. Сейчас я уберу все лишнее. И сверху. Ушлась кадра, да? Молодец. Чемка в стемпинге, что вы можете полностью контролировать то, что вы делаете. То есть, видите, я один раз набрала и просто продублировала это по всей ногтевой пластине. Все. Можно на этом остановиться. Можно добавить еще немного Микки Мауса. Давайте перекроем все это топом. Так, класс. Или Ультрашайн. Получается вот такой интересный вариант. Здесь надпись 23 февраля. Люблю мужа. Можно нарисовать и такое. Можно оставить просто текстуру. Текстуру и поталь. Тоже будет очень-очень красиво. В принципе, уже несколько вариантов накидала того, что можно сделать, да? Если, например, не любители Микки Мауса, смотрите, я это все ничем не перекрываю. Я это ничем не перекрываю, чтобы вам показать, какой вариант еще можно сделать. Можно сделать вариант сердечек, кстати. Несколько сердечек накидать. Вот. Сейчас уберу все лишнее. Можно просто оставить вот так и добавить сюда немного фольги. И все. И все. Как бы вот на этом все можно остановиться. Фольгу можно также нанести в слайдер топ или взять поталь. Поталь тоже очень хорошо лепнет к поверхности. И этого достаточно будет. Просто, опять-таки, смотря, как вы работаете. Хотите ли вы перегружать дизайн? Не хотите. Если вы, ну, как бы вам, в принципе, все равно, да, то можно, ну, перегружается. Или вот, смотрите, такая нежная надпись есть. Перегружается или не перегружается, то можно вообще на этом остановиться. Можно взять, например, белым оттенком. Сейчас покажу. Белым цветом нанести. Сейчас покажу. Часть тоже вот такой нежной надписи. И, например, добавить поталь. Тоже как вариант. То есть смотрите, как вам комфортнее работать. Что бы вы хотели добавить в этот дизайн. И какие оттенки вы взяли. Тут у меня все яркое. Поэтому тут, как бы, надо еще смотреть, чтобы это все подходило. Вот. Можно, смотрите, размыть немного края можно. То есть поубирать какую-то часть надписи. Тогда получится не четкая геометрия надписи. А вот так. Немного закругляем. Вот таким образом. И, например, с краю, типа какая-то записка. Давайте еще раз сделаем. Просто побыстрее немного. Слишком долго здесь нельзя, конечно. Спотали, да, будет красиво. Да. Спотали сейчас я покажу, как можно сделать. И с этой надписью беленькой. Сейчас мы быстренько сделаем. Все перенесется. Вот, смотрите. Самый красивый вариант, мне кажется. Потому что получается нежно. Очень, так прям вообще приятно. Сюда можно по краям добавить немного потали. И все. И перекрыть все это можно матовым топом. Тоже будет очень красиво. То есть смотрите, какого результата вы хотите. Матовый топ тоже здесь смотрится очень хорошо. Надеюсь, сейчас не... Сейчас я проверю, чтобы у нас не слетело все. Попробую быстренько нанести и высушить. Просто иногда матовый топ растворяет краску для стемпинга. Что мы можем еще сделать? Сейчас я вот так сушу быстренько. Вы можете взять, например, светорожайку от Эми. Или еще что-то такое блестящее, классное. Можно взять и нанести на обратную сторону. Сейчас покажу, как это смотрится. У нас есть в Эми... У меня сейчас разбавлено. Есть гель-краска. Есть такая вот. Она разбавлена мне немного теклосом. Сейчас я покажу, как это смотрится. Можно вот так сделать. Можно взять обратную сторону. Вот в чем еще кайф. Можно взять обратную сторону и прям нанести блесточки. И они с обратной стороны будут блестеть. И если мы нанесем... Сейчас покажу глянец. То это будет еще и блестеть с нашей стороны. К этому дизайну уже 150 тысяч лет. Но сейчас мы начинаем набирать обороты. Особенно со светоотражайками. Вот это будет сделать, чтобы видно было. Вот. И сейчас я просушу. Или нанесу этот, чтобы вам видно было. Потому что я все многоточек буду снимать. Сейчас вообще мне надо их немного подлечить. После всех этих варварских процедур. Вот. И вот, допустим, вы берете, делаете не... Сейчас я протру, чтобы вы результаты увидели. Конечный. Например, да? Если вы делаете не матовые, а хотите глянец все-таки. Вот. Если в матовом варианте, получается вот такая красота. Если в глянце, мы сейчас нанесем топ-теклос. И снизу, где у нас прозрачный, мы можем сделать блестки. Тоже будут интересные, интересные варианты. Если вы сделаете со светоотражайками, то это все будет прям гореть, сверкать. Будет очень-очень красиво. Смотрите, видите? Два разных эффекта абсолютно. И видно, что у нас блесточки где-то там. Просто они мне сейчас уже собираются в кучу. Да? Что они вот где-то там, далеко-далеко, где-то под какой-то 3D-эффект, что ли. Вот можно понаблюдать, да, что есть такой 3D-эффект. Можно немного сейчас подровнять топом, но мы этого делать не будем. И получается вот такая вот прелесть. Такой не пробовала стилет-арку на себе. А стилет-арка это что? Это что-то вышло? Я что-то пропустила, наверное? Или нет? Расскажите мне, пожалуйста, стилет-арка. Это гелевые типсы или что? Или это верхние формы? Я, возможно, просто чего-то не знаю. Поэтому и спрашиваю. Я вообще сейчас в последнее время очень-очень сильно отошла от соцсетей. Именно вообще ни зачем не смотрю, потому что не хватает очень сильно времени. Сейчас вот после эфира буду записывать, дописывать курс. На платформу закидывать, поэтому вообще не могу сориентироваться, что в мире происходит, скажем так. В принципе, всё. Вот такой вариант. Этот ноготочек, конечно, сойдёт. На утилизацию, потому что всё. Ну, этот, мне кажется, он такой приличный. Сделать, если длиннее, будет ещё красивее. Поэтому нужно ещё смотреть. Давайте под макро покажу, какой у нас рисунок получается. Вам так понятнее будет, как это вживую смотрится. Потому что, конечно, так не видно. Всё, мои пупсики. Если нет вопросов, то будем прощаться. Если вопросы есть, то задавайте. А, длина четвёрка. Напишите, пожалуйста, в личку или в комментариях, я отвечу. Просто немного не могу понять. Вот. То есть текстура не, конечно... А, давайте я сейчас нанесу прямо на эту текстуру. Сейчас топ. Вы поймёте, как это красиво смотрится в принципе в целом, да? Вообще люблю текстуры, если честно. Это прямо моя любовь. Чтобы вы понимали, как это красиво. И смотрится на ноготочках. Просто можно это полностью сделать. Можно сделать на молочке, можно на прозрачке. То есть, ну, по-разному. Это смотрится по-разному всегда. Возможно, если бы свободный край был другого цвета. Видите, было бы совсем по-другому. Просто вам вживую не видно, но за счёт того, что свободный край прозрачный, получается больше вот этого эффекта дымки. Это очень интересно. Очень. Поэтому вот такая вот крутежка. Очень хочется эфир с лаками. И ногти не портить можно. С лаками с обычными? Давайте я узнаю у девочек. И можем устроить эфир с обычными лаками. Я вам покажу крутые дизайны обычными лаками. Тоже, кстати, очень-очень-очень классно будет. Вот. Вообще. Напишите. Короче, ребят. Все вопросы, предложения, что вы там придумали интересненького, пожалуйста, пишите в комментариях всегда ко всем видосам, эфирам. Эфир удаляется и сохраняется как видео. Поэтому как только увидите на ютюбе видос вот этот с этим эфиром, пожалуйста, сразу пишите. Хочу вот это, вот это. Потому что всё равно от ваших тоже пожеланий тоже выстраиваться график и темы. Чтобы понимали, что вам интересно. Лаки? Да без проблем. У меня этих лаков вообще очень много. То есть могу с лаками показать. Могу сразу показать дизайн. Могу вам даже текстуру показать лаками, как это красиво смотрится на самом деле. Вот. Там просто немного другая техника выполнения. Вот. Поэтому обязательно пишите, делайте в комментариях, и мы будем уже думать, как можно сделать. Можно эфир с пластинной брендой. А давайте я вам сегодня запилю мастер-класс. Могу и к себе на страничку, и сделаю, отдам девчонкам, они скинут в ВК клипы. В ВК клипах очень много видосов мастер-класса с озвучкой. И придумаю что-нибудь красивое, интересное. И посмотрите с этой пластиной. Пластиной бренды. Вот она, пластина эта. Вот. Давайте. Могу даже сделать пару мастер-классов. Поэтому вообще не проблема с делами. Нужен будет эфир. Там посмотрим, можно будет в какой-то эфир вклинить как раз с дизайн брендами. Хорошо? Всё. Всем хорошего дня. И я с вами прощаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем пока-пока.